Избирательная кампания в Госдумы вышла на финишную прямую до начала голосования ровно неделя. Жители глухой глубинки голосуют досрочно, остальных ждут на участках в любой из дней с 17 по 19 сентября. С бюллетенями могут заглянуть и на дом. Что для этого нужно, знает Алексей Корчма. Голосовать не выходя из дома этот способ пенсионерами проверен годами. Если на избирательный участок ноги не несут или страх перед ковидом сильнее, не беда. Комиссию можно вызвать на дом. Любой значок поставьте, ставьте, да. Бабушки всегда нас очень хорошо встречают, потому что они вот прямо-таки ответственные, всегда хотят голосовать. Всегда угощают нас, предлагают даже зайти чаю попить, но, к сожалению, нельзя. Голосуют на дому чаще пожилые, инвалиды, те, кто ухаживает за ними или, например, сидит с детьми. Главное о своем желании предупредить комиссию. Это заявление можно передать по телефону, придя лично в участковую избирательную комиссию или через своего представителя. Получив соответствующее заявление, участковая избирательная комиссия согласует с избирателем удобное для него время для голосования и придет к избирателю с переносным ящиком для голосования. Вопросы безопасности тех, кому приходят на дом, продуманы до мелочей. Члены участковых избирательных комиссий одеты и экипированы, словно космонавты. Зараза не прицепится. И нет ничего страшного голосовать в подъезде. Члены участковой избирательной комиссии не будут заходить в жилое помещение. Они передадут бюллетень, одноразовую ручку, маску, перчатки в запакованном пакете. Избиратель пройдет к себе в жилое помещение, заполнит избирательный бюллетень и на выходе из квартиры опустит его в переносной ящик для голосования. Прием заявок продлится до 14 часов 19 сентября. Приглашать членов комиссии на дом можно в любой день выборов с 17 по 19 сентября. Сама процедура была опробована еще год назад на голосовании по конституционным поправкам. Если вам удобнее проголосовать на дому, у вас есть такая возможность. Для этого позвоните в свою участковую комиссию, обсудив удобное время для голосования, или передайте вашу просьбу через родственников или волонтеров. Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм. Члены комиссии и наблюдатели оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками, а также антисептическими средствами. Все идет к тому, что избирательный процесс с каждым годом становится более удобным, более технологичным. В эти выборы жители семи регионов страны смогут голосовать дистанционно, через мобильное приложение. Это сэкономит время. Тинатин, надо поставить в график посещение избирательного участка 19 сентября. Нет? Зачем тратить время? Я зашла на сайт госуслуги и зарегистрировалась буквально за одну минуту. Дальше, смотрите, вот тут. В день голосования вам придет уведомление, а ровно через одну минуту будет само голосование. Если технологии позволяют, почему им не воспользоваться? Проголосовать онлайн смогут жители Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя. Вероятно, эту практику со временем распространят на все регионы страны. Другая технология, мобильный избиратель, применяется уже повсеместно. Если в день голосования вы будете далеко от дома, воспользуйтесь возможностью принять участие в выборах по месту своего нахождения. Для этого, начиная со 2 августа, можно оформить заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, обратившись в территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр или на портале госуслуг. С 8 сентября по 13 сентября такие заявления принимают и в участковых избирательных комиссиях. Это позволит при голосовании сэкономить время в вашей и участковой комиссии, так как все необходимые действия со списком избирателей будут выполнены заранее. К жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов члены комиссии приедут сами. Марафон по глухим глубинкам нашей республики начался еще 4 сентября. Первыми своих кандидатов выбрали в Кайгоровском районе и Печуре. Ожидается, что в эту избирательную кампанию досрочно проголосуют 8,5 тысяч избирателей. В отдаленные деревни и села члены комиссии добираются на вертолетах, лодках и машинах повышенной проходимости. Но чаще всего пешком. Вплоть до 16 сентября участковые избирательные комиссии будут выезжать в труднодоступные отдаленные местности и предоставлять возможность проголосовать избирателям, которые проживают на удалении от помещения для голосования в небольших населенных пунктах, вахтовых поселках. Сторонников традиционного способа голосования ждут на избирательных участках с 17 по 19 сентября. Найти свой участок можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», в личном кабинете на портале «Госуслуг» в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону горячей линии. Сделать выбор в пользу того или иного кандидата можно в любой из дней – с 8 утра до 20 вечера. Продолжение следует... Спасибо.